ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой знакомый воздух, практически родной. Да, здесь классно. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка. И мы прилетели в Панаму. В Панаму страну и Панаму город. Такая маленькая страна, здесь целых два океана. И, кстати, Коля, ты уже на обоих был, так что все, теперь моя очередь. И я бросаю монетку. Орел. Решка. Отстань, Коля. Не смешно вообще. Ну что, Панама, встречай меня еще раз, богатенького, свеженького. Где мой вертолет? Самолет? Ну, хоть какое-то разнообразие. Самолет! Панама – это малюсенький клочок земли, зажатый между двух Америк и двух океанов. Бизнесмен. Мечтают спрятать тут свои денежки. Инженеры вот уже сто лет восторгаются грандиозностью Панамского канала. А туристы едут сюда, чтобы днями напролет плескаться в теплых водах двух океанов. Встречайте! Самый морской сезон Орла и Решки. В Панаме две официальные валюты – панамский Бальбоа и американский доллар. Очень удобно. Ничего менять не нужно. Осталось разобраться с транспортом. Узнаю, почем такси. Такси, сколько? Сити-сентр. Сити-сентр. Три-сентр. 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 Нет? Нет? Да, 25 долларов. 25 долларов. 25. Окей? Нет. Нет. Если такси не по карману, здесь ходит вот такой вот новенький метробус. Но, оказывается, проезд в нем по специальной транспортной карточке. Стоит она 10 долларов. Так еще и покупать ее надо было где-то в аэропорту. Остается у меня последний вариант. Старая добрая местная маршрутка. Ну и что, что здесь нет кондиционера. Зато музычка играет. Местные такие красивые. И сам он такой обалденный. Это же просто вообще. Примерно полчаса в автобусе и я в Панама-сити, столице Панамы. Панама – это больше, чем Панама-сити. Поэтому богачи, приехавшие на отдых, в столице не задерживаются. Они арендуют личные вертолеты, самолеты и отправляются на панамские курорты. Смотрите, какие красавцы. Слушайте, а как правильно выбирают самолет? Как арбузы? Ты постучал, если там пусто, значит, самолет не тот, потому что в нем нет пилота. Видите, новенький, еще ни разу не использованный, запечатанный. Прям с конвейера. Самолеты выбирать, это как шопинг какой-нибудь. Вот же он! Я так и знал, что это не ты должен выбирать самолет, а самолет должен выбирать тебя. Посмотри, он меня ждал здесь. Мы же с ним даже похожи. Посмотрите. Носы у нас с ним похожи. Размах крыльев. Ощущение свободы. Орлы. Орлы. Маленький, но гордый. Американский легкий самолет. Пайпер P834 Seneca. Может проскочить 378 километров за час. Это мне и нужно. Класс! Мне нравится здесь. Кожаный салон, кондиционер. Чувствуешь себя словно в машине бизнес-класса, которая правда умеет летать. Столица Панамы, Панама-Сити, это огромный мегаполис. С архитектурой на любой вкус и цвет. Но когда-то очень-очень давно это был совсем маленький городок. Потом его разграбили и разрушили пираты. На память остались только вот такие руины. Следом пришли колонизаторы и начали отстраивать здесь все на свой лад. Испанская часть города с колониальной архитектурой и узкими улочками. Вот-вот из-за угла выбежит молоденькая испанка в красном платье и станцует зажигательный фламенко. Но по-настоящему город преобразился, когда Панама стала офшорной зоной. Сразу же, так грибы после дождя выросли сотни стеклянных небоскребов. В них банки, офисы мировых компаний, гостиницы, рестораны и самая дорогая недвижимость в городе. Такой он, панамский Манхэттен. Эти самые офшоры – один из основных доходов страны. Кроме офшоров, у Панамы есть еще один мощный финансовый инструмент. Это Панамский канал. За счет Панамского канала, в принципе, и живет Панама-сити и наверняка вся Панама. Панамский канал – это водный путь, который связывает Тихий и Атлантический океан. Еще сто лет назад судном, чтобы доставить свой груз из одного уголка земли в другой, приходилось оплывать Южную или Северную Америку. Поэтому решили просто разорвать два континента. Прорыв – 81,6 километра в длину и 16 метров в глубину. И теперь каждый год через Панамский канал проходит в среднем 16 тысяч кораблей. Принося Панаме баснословный доход. Во-первых, корабли платят за сам проход. Стоимость может достигать 450 тысяч долларов в зависимости от размера судна и объема груза. Во-вторых, если судно хочет утереть всем нос и пройти без очереди, оно платит еще больше. Так, например, пару лет назад гонконгский контейнервоз заплатил каналу восемьсот двадцать девять тысяч долларов. Ну и наконец, с каждого туриста, пришедшего посмотреть на это невероятно увлекательное шоу, как кораблики через канал проходят, сдирается пятнадцать долларов. В общем, довольны все – и капитаны, и туристы, и Панама, которые имеют кучу денег. Но сейчас уже мало кто задумывается, что Панамский канал – это была огромная авантюра, которая унесла жизни двадцати пяти тысяч рабочих. Такая вот достопримечательность. Но самое время переключить Панамский канал на что-то более легкое, летнее, туристическое, пляжное. У-ху! Мы летим на Карибы! Да, друзья, в ближайший уикенд я буду плескаться в водах красивейшего Карибского моря. Я лечу на архипелаг Бокас-дель-Тора. Это около шестидесяти облепленных тропическими лесами островов. Больше двухсот подводных скал. И десятки идеальных пляжей. Ну а что еще нужно для отличного пляжного отдыха? Велком ту Бокас-дель-Тора. Просто обычно в салоне это говорит стюардесса, но здесь стюардессы нет. Еще у Панамского канала есть один огромный минус. Судно, ожидающее своей очереди на канал, останавливаются возле Панама-сити. Соответственно, вода здесь из-за большого количества кораблей просто ужас. Грязно, купаться нереально. Да и пляжи вроде как отсутствуют. Но, говорят, в четырехстах километрах от Панама-сити находится один из лучших пляжей в стране. Венао-Бич. Осталось только туда добраться. Самый удобный способ – взять в аренду автомобиль. И, между прочим, здесь это вполне по карману даже бюджетному туристу. Всего 30 долларов. Грех не воспользоваться. Здравствуйте. Добрый день. Мне нужна машинка самая дешевая. Хорошо. День аренды – 29,99. Нужные водительские права, плата за аренду и также банковская карточка. На ней мы замораживаем сумму для страховки. По возврату машины сумма на вашей карте возобновляется. Ага, окей. Кажется, у меня есть идея. Алло. Да, Маша. Коля, выручай, очень помощь нужна. Что, что, что. Подожди, стоп. То есть ты, проиграв золотую карту в честном бою, звонишь мне и просишь ей воспользоваться? Просто машину арендую, деньги заморозят, залог. Сколько заморозят? 200 долларов. Хорошо. Будешь должна. Хорошего дня. У меня есть машина, я сейчас поеду на пляж. Коля, спасибо. Ребята, всегда мечтала это сделать. Ну, в смысле, всего со 100 долларами. Маленькая корейская машинка. Двигатель объемом 1,2 литра. 85 лошадиных селенок. Разгоняется до 100 километров за 13,7 секунды. Да, ничего выдающегося, но цена всего 30 долларов. Чтобы доехать до океана – отличный вариант. Ну, крошка, погнали. Ну вот, еще каких-то 5 километров и я в отеле. Поскольку я на островах, то и такси тут водное. Катамарад. Каких-то 15 минут и я в отеле. Red Frog Beach Island Resort. Назван в честь вот таких малюсеньких красных ядовитых лягушек, которые здесь обитают. Главное – к ним не притрагиваться и не тереть после этого нос и глаза. Доброе утро. Добро пожаловать. Меня зовут Коля. Хочу поселиться в лучшей вилле в вашем отеле. Хорошо. Вот, пожалуйста, карта. На территории нашего отеля есть хостел, магазин, а еще студенческий центр и спа. Тут у нас зиплайн. А ваша вилла вот, прямо возле пляжа. Такое ощущение, что я попал не на территорию отеля, а в какую-то деревушку небольшую. А всех богачей к личным виллам доставляют на гольф-кайт. Ощущение, что я катаюсь по ботаническому саду. И вот. Главная изюминка моего отеля. На этом острове все осталось в том виде, в каком его создала природа. Первозданные пляжи. Пальмовые рощи. И свои джунгли, на которых как груши висят ленивцы. Коля, чтобы увидеть ленивцев, необязательно лететь за 3-9 земель. Смотри, специально для тебя. Возле Панама-сити есть центр спасения дикой природы. Покупаешь билетик, ну и вот. Господи, какие они миленькие. Посмотрите на них, это просто верх блаженства. Ужасно хочется взять его на ручки, погладить по его мягкой шерстке, но нельзя. Потому что от этого у них бывает стресс и они могут даже начать болеть. Ленивцы – это самые медленные животные в мире. Вообще они по 15-20 часов находятся в неподвижном состоянии. Спят. Вот так вот. Или вот так. Но если ленивец решил сдвинуться с места, то… не поверите, он может развить скорость… до двух метров в минуту! В… Эти малыши даже пищу переваривают. М-е-л-е-д-е-д-но. Примерно месяц. Так… почему же они такие медленные? Все просто. Питаются эти малыши в основном листиками, что на деревьях растут. А в них энергии мало. Все, на что хватает этим животным сил – это есть и спать. Все, уснул. Я тоже так хочу. Ух ты. Все, мы приехали, это моя вилла. Ну так, скромненько, но стильненько. Моя личная вилла состоит из гостинок. Она же кухня, она же столовая. Гранитная столешница. Мебель из натурального дерева разных видов. Все в ненапряжных пастельных тонах. Дальше попадаешь в спальню. Ну, я буду спать в этой спальне. Потому что, посмотрите, какой я виду, ммм. Смысл вот это стоять и пялиться? Пойду купаться. Карибское море – это бассейн Атлантического океана. Оно – 365 дней в году теплое. А цвет воды вообще не описать. Кажется, что есть все оттенки. От светло-зеленого до темно-темно-синего. Не странно, что Карибы – это одно из самых популярных направлений у любителей пляжного отдыха. Но еще недавно острова Панамы в Карибском море выглядели иначе. Туристы сюда еще не ездили, а местные особо не парились с тем, куда им девать свои отходы. Из-за этого острова просто утопали в горах мусора. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, на архипелаге Бокас Дель Торо начали устраивать специальные эко-туры. Любители солнца приезжают сюда на отдых. А во время отдыха уделяют день на уборку островов. Дайверы пошли еще дальше. Они ныряют поглубже и чистят от мусора дно морское. Ну и я решил тоже присоединиться к инициативе. Вот такой палкой накалываешь мусор. Ну и складываешь его в какой-то мешок или в цилиндр. Кстати, к мусору относят вот эту вроде красивую рыбеху. Оказывается, это опасно. Ядовитая рыба-крылатка или лайн-фиш. Это та самая лайн-фиш, которая сюда занесена искусственно. Она съедает рыбу и многое другое, что здесь живет. А ее никто не ест. Она является в какой-то степени мусором, наверное. Кроме того, если человек уколется об ее шипы, сразу же может потерять сознание. Или впасть в состояние шока. Когда человек соло по карты делает какие-то полезные вещи, это можно называть благотворительностью. В общем, и подавил, и природе помог. Дороги в Панаме отличные. Еще и такая красота за окном. Я вообще не заметила, как промчала 400 километров. А вот и он. Тихий океан. Самый большой и самый глубокий океан на земле. Он прекрасен даже ночью. А такого количества звезд я, кажется, не видела никогда в своей жизни. В отеле Red Frog Beach Island Resort туристы ужинают либо у себя на кухне, либо в одном из двух ресторанов. Марлин – король спортивной рыбалки и мечта гурманов. Его сложно поймать. Он в топе самых быстрых рыб в мире. Но если вы все-таки решили попытать удачи, знайте, во многих странах ловля марлина запрещена. Потому что эта рыба редкая. За всю историю орла и решки столько раз пытались словить эту рыбу и ни разу не получилось. Мы ему просто обязаны отомстить. В общем, ценность сегодняшней дегустации – не передать слова. Так, салатик, рис и стейк. Ну вот он, настал этот моментище. Коля пробует марлина. Да что там Коля пробует марлина? Ведущий орла и решки пробует марлина. Ммм, какой интересный вкус. Такой вкус рыбы я ощущаю впервые, потому что рыба похожа на мясо. Больше всего напоминает говядину. Кроме того, мясо марлина считается диетическим и очень полезным. Друзья, я однозначно рекомендую вам марлина. Guys, anybody tried марлина? Всем марлина! Всем марлина! Пусть радуются. Спасибо, пожалуйста, девушка. Всем марлина! Вместо ночника – звезды. Вместо колыбельной – шум океана. И зачем где-то в ночь искать жилье, когда есть машина? Я считаю, что у меня просто прекрасные апартаменты. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А завтра наплюешь. Вы знаете, я, когда прилетал в Панаму в рамках сезон на краю света, вычеркнул Панаму, что все, я здесь был. Я уже здесь все видел. А сейчас мы снова прилетели сюда. И я вижу абсолютно другую Панаму. Я удивляюсь каждому мгновению. Невероятно. Можно путешествовать до бесконечности. Мне кажется, никогда не закончится количество потенциальных впечатлений, которые мы можем получить. Невероятно. Невероятно. Приятных снов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно в нашей передаче сам себе еду готовит бедный. Но не буду же я из-за каких-то формальностей ходить голодом. Доброе утро! Аааа ты видел какие там волны! Пляж Панамы! Ночью я доехала почти до самой южной точки Панамы. Это пляж Венао. Самый популярный пляж в Панаме среди серфингистов. Здесь тебе хостелы, кафешки, прокат досок и прочего снаряжения для серфинга. Как здорово, они серфят, я тоже хочу. Привет! Привет! Это было так круто! Это было круто! Ты был так круто! Да, круто! Ты знаешь, я хочу так много, чтобы снаряжаться. Ты хочешь снаряжаться? Где снаряжаться? У меня нет парня, потому что... Ты хочешь снаряжаться? Да, потому что я плохой турист. У меня есть липк и так. Ты знаешь, ты не нуждешь снаряжаться снаряжаться. Как? В морском сезоне у нас были и еще будут разные водные виды спорта. И мы будем стараться пробовать каждый из них. Сегодня я для себя открою амфибиаборд. Это вот такая доска из плотного пластика. Придумали ее недавно, в Панаме. И, собственно, пока только тут ее и можно испробовать. Борд длинной веревкой привязывают к лодке. Поправляешь шорты, чтобы не слетели. Хватаешься покрепче за борт и все. Лодка начинает плыть, унося тебя все глубже. Твоя задача – задерживать дыхание и нырять. Борд – это своего рода руль, который помогает тебе опускаться то ниже, то выплывать наверх. Ты реально становишься полноценной частью моря. Чувствуешь себя рыбой. Да-да, рыбой в море. Или человеком-амфибией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущение обалденное. Это не похоже ни на дайвинг, ни на сноркелинг, ни на что из того, что я уже пробовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в этом есть действительно крутые ощущения. Получается, что ты просто расслабляешься, берешься за доску, задерживаешь дыхание и смотришь на дно, которое как по телевизору у тебя меняются картинки от назад дно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, бодисерфинг – это вообще папа серфинга. Сначала люди скользили по волнам своим телом, а только потом приспособили для этих целей доску. Но, как ни странно, бодисерфинг очень популярен по сей день. В чем суть? Тебе нужно зайти в воду, дождаться волны, легонько оттолкнуться от дна и вытянуть свое тело, проскользив по волне животом и ладонями. Пойдем попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вообще не получается. Прыгаю в волну, попадаю словно в сильнейший водоворот. Вода и наглоталась, а волна ушла себе дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, у этого парня очень круто и легко получается. Все дело в том, что бодисерфинг – это полноценный вид спорта. И чтобы научиться правильно скользить, одного урока явно недостаточно. А так, только воды в уши набрала. Ощущение, как в детстве, когда ты плюхаешься на волну, но только в сто раз круче. У меня в детстве не было таких огромных волн. Сначала ты захлебываешься полностью водой, не понимаешь, что происходит, но потом в какой-то момент ты ловишь волну, и она тебя несет, как облачко такая мягкая и крутая. Я не знаю. Короче, я рекомендую. Бодисерфинг – это тема. Я не зря оборачиваюсь. Здесь рядом есть хостел, а бэкпэкерам, знаете ли, 100 долларов очень нужно, они готовы найти эти 100 долларов раньше, чем выйдет программа, а нам это не нужно. Ну что ж, друзья, 100 долларов. Записка и бутылка. Так. Друзья, какие мы все-таки у вас заботливые, а? Мы все продумали. Вы приезжаете сюда на остров, идете с рюкзаками на ресепшн, бросаете рюкзаки, спускаете сюда, находите бутылку, достаете 100 долларов, идете и снимаете себе на 4 ночи хостел. Заботливые, как мама. Будете в Панаме и захотите отыскать бутылку со 100 долларами, отправляйтесь на архипелаг Вокес Дель Торо в Карибском море. А именно на остров Бастимента, на котором находится отель Red Frog Beach Island Resort. По дорожке от хостела выходите на пляж Red Frog Beach, поворачиваете направо, проходите по пляжу еще метров пять, и в корнях самого большого поваленного дерева вас и будет ждать клад от Орла и Решки. Недалеко от пляжа Венао есть еще одно очень классное место – остров Игуана. Добраться до него можно на лодочке. Местные рыбаки возьмут с вас долларов 20-25. Остров Игуана и окрестности – это заповедная зона. Здесь обитает более пяти тысяч птиц-фрегатов, темных чаек, пеликанов. В зелени острова прячутся десятки черных игуан. А еще по пляжу ползает неисчисляемое количество крабиков-отшельников. Гляньте, какие прикольные! Смело крабиков! Нет! Но главная фишка – это то, что чувствуешь себя на этом острове первопроходцем. Из человеческих благ тут только домик охранника и практически ни одного туриста. Только девственный лес и чистые теплые воды Тихого океана. Красота! В Панаме есть много мест для дайвинга, где можно комфортно нырнуть, посмотреть разных красивых рыбок – пестреньких, разноцветных, больших, маленьких. Но я же мальчик, мне хочется чего-то необычного, экстремального. И здесь, говорят, кстати, такое место есть. Говорят, будет тебе, Коля, экстремальный дайвинг – держись! Держусь! Поехали! Возле пляжа Пола Бич в водах Карибского моря находится одно из самых опасных мест для дайвинга. Все дело в том, что дно здесь – это сплашные лабиринты, пещеры и скалистые проходы. А местное течение превращает этот подводный риф в сплошную аэротрубу. Здесь не получится спокойно смотреть на рыбок. Главная твоя задача – продержаться, а, говоря пафоснее, выжить. Течение настолько сильное, что напоминает это все ураган или смерч, который подхватывает тебя как соломинку и все норовит швырнуть об скалы. Единственное, что ты можешь – всеми силами удерживать себя как только возможно. Но самое крутое в таком дайвинге – найти точку, где два потока врезаются друг в друга и не дают тебе сдвинуться с места. Тебя качает, как в колыбели, прямо посреди моря. Удивительная идиллия после сумасшедшего шторма. Слушайте, ну дайв очень крутой. У каждого дайвинга есть какая-то своя особенность. Иногда ты ныряешь посмотреть на рыбок, иногда там какие-то черепах, какие-то статуи, музеи. Вот, в сенотах ныряешь. А здесь вообще отдельная вселенная. Между этими скалами, игры воды, течение, эти моменты невесомости. Ну, это стоит попробовать. Вечером второго дня я вернулась в Панама-Сити. До встречи с Колей есть время, есть деньги и есть зверский аппетит. Поэтому я зашла в ресторан традиционной панамской кухни Эль Трапиче. Чтобы попробовать все блюда местной кухни, у меня, конечно, не хватит ни времени, ни денег. Но для таких туристов, как я, в ресторане есть какое-то особенное блюдо. Фиеста Панамена. Это такой себе микс самых популярных панамских блюд. Итак, тамале – мясо в банановых листьях, баттакон – банановый чипс, жареная юбка, саос – маринованная свинина, аррос конполье – рис с курицей, конеманьола – мясо, завернутое в югу, кукуруза со сливочным сыром, свиная шкурка во фритюре и рыбный суп. Начну, пожалуй, с супчика. Такой нежный, как какое-то пюре, картошечка, что-то такое. Очень такая мягкая, кремовая почти текстура. Самое то, что надо для начала ужина. Теперь все остальное. Ну, понеслась. Оказалось, что какое блюдо панамской кухне не возьми – это бобы, мясо, овощи и много специй. И с закрытыми глазами даже не отличишь одно от другого. Зато очень сытно. Ой, прям как у бабушки поужинала. В одну тарелку, знаешь, рыбу, мясо, курицу. Вкусно. Ой. От Панамы не ждешь чего-то особенного. Ну и что, что здесь нет кондиционера? Но стоит только взять машину… Или сесть в самолет… И рвануть к океану… Сразу понимаешь, как ошибался насчет этой страны. Ты видел, какие там волны? Как по телевизору у тебя меняются картинки одна за одной. Панама – это море развлечений, эмоций и драйва. Самое то, чтобы отлично провести уикенд. Ммм, какой интересный вкус. Верх блаженства. Вид у меня отсюда на океан. Ааа, как здорово. Это стоит попробовать. Я рекомендую. Коля! Привет! Маша, привет! Ну и рассказывай скорее, как твое море? Мое море, Маша, сказочно. А почему сказочно? Почему? Потому что его убирают, оно чистое. И убирают не специальные какие-то службы, а обычные туристы-дайверы. Они ныряют, да, собирают мусор. Я сам собирал мусор. Я сам убирал мусор. Я делал сказку своими руками. Вот так вот. А у тебя как? Как твои каменные джунгли? Маугли? Ну, не только каменные джунгли. Интересно. Я доехала до Тихого океана и серфила, там такие волны. И доехала до Тихого океана со 100 долларами и серфила? До свидания, друзья. До свидания, друзья. Мы сейчас это… Коль, ну ты же не обожаю, я маленькую машинку. Вот такую маленькую. Там 29,99 и 9 всего лишь было.